Музей истории Музей истории Музей истории Однако экскурсии хранитель традиционно начинает с момента строительства железной дороги и паровозного депо, макет которого также можно найти на стендах музея. А еще здесь сохранились старые фонари, товарные знаки, выцветшие со временем фото. Правда, разместить на экспозиции все снимки, хранящиеся в архивах, пока не представляется возможным. Но работа в этом направлении ведется и помощь Кандалакшан будет как нельзя кстати. Музей истории Очевидцы нашлись родственники, которые бы могли рассказать, кто это что-то и какую-то историю небольшую, хотя бы из биографии этого человека, чтобы можно было оформить вот это уже альбомами, чтобы они были остались уже на память и потомкам, чтобы они могли видеть лица своих родственников. Ну не просто вот на фотографии, но чтобы было еще что-то, немножко материала об этих людях, чтобы они могли прочитать про этого же дедушку или бабушку. Архивные материалы и раритетные экспонаты, оставшиеся от прежних руководителей, не должны лежать мертвым грузом, считает Валентина Попкова. Такой же позиции придерживается и руководство депо. А потому то, что просто физически не может разместиться в залах музея, нашло свое место в музее под открытым небом. Речь об электровозах ВЛ-1940 и ВЛ-23440. Этим паровозам, конечно, уже не отправляться в путь, а не на вечном приколе. Живые свидетельства того, как строилась Октябрьская магистраль, как развивалась железнодорожная отрасль, а вместе с ней и Кольское заполярье. Будущее же за современным подвижным составом. Но, как говорят, будущего нет без прошлого. По решению трудового коллектива депо на предприятии возобновили традицию присваивать локомотивам имена достойных земляков. Первый локомотив, который присвоен имя Героя Советского Союза, это Данилов. Мы как раз возле него стоим. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, который погиб при защите Кольского полуострова. Следующий электровоз, который был выбран, это электровоз серии П-1-008, будет присвоен имя именем Ярчевского. Это заслуженный работник локомотивного депо. Коварьер трех орденов славы. Еще один электровоз решено назвать именем Героя Советского Союза Александра Спекова. А пока в дорогу отправился обновленный электровоз ЭП-1 номер 66 под именем Героя Советского Союза Николая Федоровича Данилова. 31 октября он перевез первых пассажиров на участке Кандалакша-Мурманск. Электровоз прицепили к поезду Вологда-Мурманск на станции Кандалакша. Продолжение следует...